Мишаня! А вот здесь ты что смотришь? Здесь? Да, здесь просто как бы резьба там для направляющей. Мне просто надо было куда-то палец. Что-то палец вытереть. Что-то пошло не по плану. Что-то пошло. Приветствую всех на канале ОМЗАП. Меня зовут Дмитрий. Сегодня у нас на диагностику приехал автомобиль АХ-35. 97 тысяч пробега, 13-й год. Автомобиль дизельный. Приехал он с жалобой, что у него что-то щелкнуло в движении. И все. Подозрение, что пропал полный привод. В принципе, уже машину подняли. Уже смотрели. Сейчас покажем, как вам проверить, что у вас полный привод приказал долго жить. Значит, поднимаем автомобиль. Вот. И вращаем за кардан. Если он у нас свободно совсем крутится, то значит, что шлицы в корпусе дифференциала коробки, механической или автоматической, срезала. Также при снятии нужно будет смотреть состояние шлицов на раздаточной коробке. Ну, это уже, то есть, по факту. То есть, сейчас у нас пока проблема 100% это корпус дифференциала. Раздатка под вопросом. Также сразу проверим муфту. Не срезала ли ее. Вот. Проверяется она. Не всегда это получается. В общем, берем два колеса и одновременно вращаем. И смотрим на муфту. То есть, будет она дергаться чуть-чуть или нет. То есть, если она чуть-чуть дергается, то, в принципе, как бы муфта рабочая. Ну, то есть, не срезана там часть. Это у них тоже, в принципе, болезнь. Отрывает шлицевую часть на внутренние муфты. Вот. И тогда ее нужно будет разбирать. Это дело все обваривать. И все это, в принципе, ходит. Это тоже мы делаем. Тоже это все восстанавливаем. А если она не крутится? Ну, если не крутится, то, скорее всего, ее, ну, оторвало. Это нужно снимать муфту. Ну, дополнительно, то есть, снять муфту, еще проверить на снятой. Если, как бы, поворачивается отдельно, ну, флянец и шлицевая часть в конце, ну, которая вставляется в редуктор. Вот. Если они отдельно друг от друга крутятся, то, соответственно, она оторванная. Они должны, как бы, вращаться заодно. Ну, сейчас пока что вопрос у нас только с дифференциалом. Клиент сейчас на приемке. Мы рассказываем сейчас по ценам, по вообще, по фронту работ. Сейчас ждем решения, что мы будем делать дальше. И если будет, ну, если клиент согласится делать, то, в принципе, будем делать. И покажем вам, может быть, какие-то нюансы. Мишаня! Чуть-чуть шарик там есть, не? А тут стоян. Не, ну, чуть-чуть же есть. Ладно, сейчас все равно шарик буду снимать, если что. Так, ладно. Здесь пробка с магнитиком стоит. И шкив уже начинает разваливаться, он весь в ржавчине. Здесь уже вот шкив, видно, он весь рыжий весь, то есть это ржавчина. Это ржавчина появляется от того, что вот это, ну, шкив, он идет двухсоставной из двух частей. И когда резинка, которая между двумя частями стоит, она рассыхается. И эти две части начинают между собой контактировать, издавать звуки. И, соответственно, летит эта ржавчина. То есть шкив скоро нужно будет менять. Расскажем об этом владельцу, запишем рекомендации. Ну, так в остальном, вроде, автомобиль живой. Ага, еще здесь соленблок отрыванный. Причем уже давно, он уже начал сверху набивать прям. Ладно, ждем. Так, клиент согласился делать, менять корпус дифференциала. Сейчас снимаем раздатку, чтобы оценить ее состояние и оценить финансовый вопрос. Снимаем раздатку, смотрим, как поживаешь лицей. Наша, давай нормальная. Наверное, неплохо. Люфта нет. Небольшой перекос чувствуешь, она не кратична. На дизельных автомобилях, ну, AXS, Sorento, вот, у них проблематично снять эту раздатку, потому что места здесь не хватает, и двигатель особо, ну, ему начинает мешать выхлоп. Вот, чтобы он нормально вышел, угловый редуктор, нужно открутить эти две гаечки. Здесь вот раз, два. То есть вот эту гофру нужно открутить, чтобы двигатель, ну, была возможность у него отодвинуть его дальше. Сейчас открутим и достанем редуктор. Снимай, чтобы мне сейчас в лоб, да? Прилетело. Ждешь момент. Ха-ха, не, 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 не получится. Алик, поможешь? Подожди, 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 спеши. Еще одна тауна. Да, шлицы здесь, ну, половину они съедены. Вот, оно видно. То есть вот он в конце такой должен быть, и вот видно переход. Ну, по-хорошему ее поменять. По-хорошему поменять. Ну, меняй. Потому что... Ну, ее потом срежет, вот эту часть уже. Все, тогда говорим сейчас на приемке. А, срезала вон там вот. А, здесь у нас все. Лысый. Лысые шлицы. Да, то есть в конце видно, какие они были, да. Ну, это все вот из ржавчины влага попадает, оно все начинает ржаветь, гнить. Вот, поэтому нужно делать профилактику периодически. Ну, где-то раз в 40 тысяч, там, либо раз в 2 года, где-то так. Вот, то есть снимать раздатку, все это смазывать, очищать. И тогда она будет ходить. А с завода это смазки никто туда не кладет. Поэтому происходит такая дичь. Ну, все, тогда меняем раздатку, меняем корпус. Ну, для начала снимаем коробку. Больше, либо меньше. Коробка демонтирована. Сейчас мы ее уже сполоснули. Привели в божеский вид. Все, сейчас разберем и покажем то, что там внутри происходит с ней. Ее состояние. И покажем сам дифференциал. Приступаем к каждой. Здесь у нас уже новые запчасти. То есть, вот новый дифференциал. Точнее, корпус, нахеренциал. Лицы новые. Такие, но они не должны дурить. Вот, для сравнения. Как бы, как говорится, разница на лицо. Также здесь будут меняться сальники, приводов. Вот, три штучки. Обязательно фильтр масляный. Потому, что он здесь стоит. Он меняется только при разборе коробки. И глупо его не поменять. Также будет меняться саленблок. Редуктор от заднего. Правый. Он у них. Такое больное место. Ему постоянно отрывают. Вот здесь стариночка. Вот, мы это, в принципе, уже показывали, какой он разбитый. Будем менять его тоже. Так, что еще? Раздатка у нас уже есть. Восстановленная. Вот. Все восстановлены. Раздатка перебрана. Там все вымыто. Зальем новое масло сюда. И все. Будет она ходить долго и счастливо. Ну, все. Дальше сейчас разбираем дифференциал. Переставляем подшипник. Вот. Он в хорошем состоянии. Замены не требует. Еще разбираем. Так. Подшипник я переставил на новый корпус. Подшипник у нас старый. Как я говорю, он в хорошем состоянии. Здесь нет, ну, ни потертости, ничего такого. Ни раковин. А сальник новый уже стоит. Вот. Наверное, что, в принципе, обращать внимание при разборе. Нужно обращать внимание на ось и сателлитов. Здесь бывает выработка. Здесь, ну, здесь как бы видно, что оно мочет. Оно как бы пальцем оно не ощущается. То есть это нормально. Но бывает, что прям оно, ну, то есть уже такая яма прям. То есть ощущается ступенька. И, соответственно, эту ось нужно менять и смотреть сам еще сателлит. Если на нем выработка. И если что, это все менять в паре. Так. Здесь у нас, в принципе, все нормально. Ну, здесь масло человек менял как бы вовремя. Но это не забивал дело. Еще один нюанс по коробке. Вот. Там, ну, там вот под этими фрикционами, там внутри есть такая пластина. Вот. Она прикручивается болтами, соответственно, эти болты имеют свойство самопроизвольно отворачиваться. И они упираются как раз-таки в эти фрикционы. И начинают их зажимать. Вот. Из-за этого они сгорают. И у вас, соответственно, пропадают какие-то передачи. Вот. И поэтому необходимо проверять хотя бы визуально, то есть зажаты вот эти фрикционы или нет. То есть можно прям пальцем взять. То есть если он люфтит, то значит, что он не зажат. Соответственно, нижний тоже. Нижний тоже проверяем. Он не зажатый. Вот. Все хорошо. Еще бывает видно прямо, что вот эти диски, они синеют. То есть из-за перегрева. И визуально видно, что они такой волной. То есть не неровные. Тогда в этом случае нужно будет разбирать, ну, снимать насос, менять эти фрикционы, затягивать какие-то болты. Вот. И тогда, в принципе, проблема уйдет. Вот. Это не всегда случается, но бывает, что такое происходит. Так, в принципе, как бы больше здесь таких нюансов нет. Фильтер мы поставили уже новый. Фильтер стоит новый. Здесь уже все отмыто, почищено. В принципе, готово уже к окончательной сборке. Сейчас я соберу полностью дифференциал, поставлю его и буду закрывать корпус. Коробка уже установлена на свое штатное место. Вот. Пока еще вниз не собран. А, просто прикручено к двигателю, подушке. Вот. Так, шлицы мы намазали. Высокотемпературной смазкой, чтобы предотвратить эту коррозию, чтобы они ходили долго и счастливо. Так же намазано. А вот здесь ты что смазан? Здесь? Да. А здесь просто как бы резьба там для направляющей. Мне просто надо было куда-то палец. Что-то палец вытереть. Так же угловой редуктер тоже промазан. Вот. Это делать нужно, в принципе, регулярно. То есть где-то либо раз в 30 тысяч, либо раз в 2 года снимать угловой редуктер. То есть все это вымывать, вычищать от грязи и набивать новую смазку. Тогда у вас полный привод будет работать как бы долго и без проблем. Потому что с завода как бы смазки там не идет вообще. И все это через этот промвал. Вот через вот этот вот сталинчик маленький внутри. Все это через промвал. Влага попадает внутрь дифференциала, то есть в шлицевую часть. Все это начинает гнить, коррегировать, изнашиваться. И, соответственно, к 100 тысячам у вас полный привод заканчивается. Если делать такую процедуру, то, в принципе, его хватит очень надолго. И проблем с ним не будет. Не будет попадания на деньги. Вот. Так. Ну что, сейчас продолжаем сборку. Когда уже соберем, тогда включимся и проверим полный привод. Покажем, что он как бы работает. Все отлично. Ну, заодно она еще будет проверить муфту все-таки на 100%. Уже когда будет собрано все. Вот. Собираем. А вот здесь то, что с этого тетяка, как ты говорил, надо менять. Кто тетяк? Шкив? Шкив, вон. Шкив тетяок. Он... Что что? Он просто начинает уже разваливаться. Да, да, да. Вот эта ржавчина. Ага. Это уже... Он начинает болтаться. И, соответственно, начинает лететь эта ржавчина. Это первые признаки, что шкив скоро придется менять. Вот. Но он даст только о себе знать стуком. Сначала на поднагрузке, потом на холостых, потом уже постоянно будет. Вот. Ну и... Впоследствии его вообще может оторвать эту резину, и у вас, соответственно, все навесное станет, потому что у вас шкив не будет вращаться. А владельцу сейчас не захотел? Ну, владельцу, да, сказано было, что... Ну, сейчас пока не будем менять, то есть рекомендации, это будет указано, эта рекомендация. И в будущем он его, ну, поменяет. Потому что, как бы, все сразу делать тоже накладно, и, понимаете, деньги не у всех есть. Но пока ездить можно. Пока ездить можно, да. То есть еще не сильно. Но, как бы, первые уже звоночки, как говорится, есть. Вот. Так, ну, все, продолжаем сборку. Так, а идем. Еще, еще, еще. Давай еще что-нибудь скажу. Еще такой момент. То есть... Ну, терсателлита, куда входит наш промвал, туда лучше смазки много не набивать. Вот, потому что, ну, когда вы будете вставлять промвал, у вас, соответственно, эту смазку начнет сдавливать, и деваться некуда будет. И она может выдавить заглушка, которая внутри стоит. И тогда у вас начнется просто течь масло. Вот, поэтому здесь тоже, как бы, нужно знать меру, сколько набивать этой смазки, чтобы, как бы, проблем не было в будущем. Так что там, в принципе, чуть-чуть, как бы, смазывайте внутри. Вот, чтобы просто поверхность была, как бы, смазанная, и все, не надо набивать там прям вообще, забивать ее полностью. Потому что бывает, этот промвал начинает пихать, блин, он не лезет, стучат молотком, блин, соответственно, выбивает эту заглушку, блин, и все, и начинается проблема. Так что, надо быть внимательным. Так, все, у нас установлено, все закручено, жидкости не залиты, точнее жидкость. Так, разводим сейчас первый запуск. Походу, я там спросом немножко. Что-то пошло, а не по плану? Что-то пошло. Блин, по плану. Что, блин? Что, секретка, блин, сигнализация. Позвонили владельцу, сказали, секретки никакой нет. Все-таки оказывается, есть. Блин, как она была? Позови Эдика. А? Позови Эдика. Как это шляпу мобиль завести, блядь? Смотри, на среднюю. Все, заводи. Повесишь. Спустя энное количество времени мы его завели. Чек горит, значит, я, потому что... Асходомер был снят, но это он потом погаснет. Ах, так, ладно. Значит, что, сейчас прогоняем по всем положениям сидящая телопередач. Так, ничего, вам проверить. Недостаток, да? Крутится? Нет, да. А, сейчас все работает. Так, сейчас поднимаем автомобиль, сливаем лишнее масло с природки. Даем еще ему прогреться хорошо. И потом еще раз сольем, когда нагреется масло. Автомобиль не глушим, оставляем на нейтрале. Откручиваем пробку и сливаем и лишки. Ага, и лишков нет, значит, нам надо добавлять. Но... Как бы, все по уровню. Все, ждем, пока нагреется. И тогда уже будем, если что, доливать. Так, все, мы долили масло. Вот. Все, у нас оно потекло с пробки. Это значит, что... Что у нас выровень. Вот, тоненькой струйкой течет. Все, закрываем пробку. Закрываем пробку. Замываем с герметиком. То есть, точнее, очистителем. Словень выставлен. Масло прогретое. Полный привод работает. В принципе, работа окончена. Сейчас поставим защиту. И можно будет опускать автомобиль, отдавать клиенту. Все. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Звоните нам. Спрашивайте по каким-то вопросам. Приезжайте на ТО, на ремонт. И всем удачи. Продолжение следует... Продолжение следует...